Всем привет, дорогие зия! Сегодня я хочу вам предложить сделать настойку липовую с имбирем. Что нам для этого понадобится? Для этого нам понадобится всего 4 ингредиента. Как это травки, я их уже все вместе смешал. Нам понадобится все эти травки в сушеном виде. Нам понадобится 10 грамм липового сушеного. Потом нам понадобится 5 грамм корня имбиря, естественно, тоже сушеного. Где-то 3 грамма бадьяна и 2 грамма гвоздики. Так, все это мы аккуратненько, очень аккуратно. Засыпали. Ну, насчет аккуратности, конечно, не очень. Так, можем сказать аккуратно. Засыпали в баночку. Так, засыпали все в баночку. И зальем. Это все литром сама гвоздики. Липа должна отдать свой приятный аромат. Имбирь тоже будет подчеркивать вкус. Так что, друзья, сейчас мы все это хорошенько перемешаем. Она уже такая получилась очень насыщенная. Так, все хорошенько перемешали. Перемешали. Закрываем крышечкой и убираем где-то на 2 недельки. Пускай постоит в темном месте при комнатной температурке. А через 2 недельки будем пробовать нашу липовую настойку с имбирем. Какая она получится, все узнаем. Пустили ровно 2 недели. И что у нас с вами, друзья, получилось? Липовая настойка стала такого темного цвета. Сейчас я ее, смотрите, какого темного, темного. Сейчас я ее процежу. И мы посмотрим, что у нас с вами получилось. Ну что, я процедил нашу липовую настойку с добавлением еще имбиря. Липово-имбирную, я бы сказал. Она получилась такого темного цвета. Сейчас накапаем. Посмотрим, какая она на вкус. Цвет такой приятный. Коньячный. Так, сейчас по... Пахнет очень приятно. Такой... Да, чувствуется запах липы. И еще так очень-очень замечательный запах. Сейчас попробуем как на вкус. Очень насыщенный. И достаточно... А, так... Пошло тепло. По всему телу. Насыщенно. Приятно. Замечательно, я бы даже сказал. Сейчас я поставлю эту настойку в холодильничек. И холодненькой она будет еще более замечательной. Так что настойка удалась. Липо-имбирь решает.